всем привет сегодня я вам хочу показать что можно связать вот из таких деревянных донышек сегодня для примера я возьму самая маленькая но 8 сантиметров и сейчас покажу что может получиться из такого маленького донышка и шнура шнур у меня карамель 5 миллиметров без сердечника полиэфир все вот эти материалы можно заказать со скидкой 10 процентов по моему промокоду ссылочку оставлю в описании под роликом если у вас нет таких деревянных донышек его можно просто связать вот здесь я оставлю ссылку на урок как связать донышко вязать я буду крючком 4 миллиметра я сразу оставляю хвостик так как потом я буду соединять ряды хвостиком не этот вариант больше всего нравится сначала делаю обвязку вот этих отверстий обыкновенными соединительными столбиками последнее отверстие я буду провязывать хвостиком вытягиваю и сейчас нужно красиво соединить вот с этой петлей я наверно возьму крючок потоньше вот так аккуратно получилось хвостик оставляю и основной нитью буду обвязывать буду обвязывать донышко вставляем крючок в середину петли вытягиваем и провязываем я буду чередовать одну петлю через 2 1 2 1 2 чтобы донышко не стягивалась сейчас провязываю 2 дальше одну вы делаете прибавки в зависимости от того какой у вас донышко сколько у вас отверстий на каком они расстоянии и так продолжаю до конца заканчиваю ряд провязываю две петли и последняя одна но соединяясь вот эти две петли я буду хвостиком вытягиваю хвостик и опять красиво будем соединять ряд дальше переходим вязать первый ряд стеночек хвостик оставляем берем основную нить можно еще было связать и бортик но там придется обрезать шнур а я хочу вам показать как без обрезания связать полностью из зелия так вставляем крючок в петлю и в перемычку вытягиваем провязываем столбик без накида и так вяжем дальше хвостик наш оставляем нужно не вязываем потом будем им соединять ряды и так вяжем по кругу столбики без накида заканчиваю первый ряд вот еще осталась одна петля вытягиваю шнур но соединять я уже буду хвостиком вытягиваю и соединяю с первой петлей получается очень аккуратно нет никаких швов ни с одной стороны ни с другой дальше беру основную нить вот это хвостик и буду вязать узором галочки или в раскол еще называет вставляем петлю крючок вытягиваю шнур провязываю дальше вводим крючок смотрим чтобы он выходил вот два столбика тут между столбиков вытягиваю чтобы галочки были ровные не шли в бок вот эта петля должна лежать плотно на крючке это вытягиваем более свободные и захват я теперь буду делать вот так шнура все это петля плотно эту вытягиваем и захват не так я делаю шнура вот так вот получается ровные галочки и так продолжаю дальше заканчиваю второй ряд так последняя петля вытягиваю основную основной шнур а закрываю уже хвостиком и заканчиваю точно так же как и предыдущий ряд дальше продолжаем точно так же как я вам показала и вяжите столько рядов какая вам нужна высота корзиночки дальше вяжем основной нитью хвостик оставляем все точно так же продолжаем дальше на ту высоту которая вам нужна так я провязала 4 ряда всего вы можете уже на этом этапе немножко отпарить ваши изделия и пока она влажная придать форму чтобы дальше ровно шли и ваши галочки я сейчас этот ряд закончу и хочу показать какую я свяжу окантовку так у меня осталась еще одна петля хвостиком соединяю и закрываю ряд и хвостик мне больше не понадобится его можно спрятать если вы вяжете корсинку больше то однозначно хвостик нужно длиннее оставлять сейчас я возьму меньше крючок и хвостик спрячу вдоль стеночки с изнаночной стороны все вот так его спрочу спрячу и обрежу так хвостик я обрезала и дальше продолжаю вязать основной нитью вытягиваю между галочками и вот в одно отверстие я провяжу 3 столбика без накида вытягиваю петельку вот между первой и второй петлей вот в эту шапочку я вытягиваю вот эту петлю и и провязываю дальше одну пропускаю следующее отверстие вяжу опять 3 столбика без накида вытягиваю петлю и здесь уже перед первой петлей сейчас поближе покажу куда я взяла крючок вытягиваю и провязываю и так продолжаю дальше одну пропускаю следующую 3 в следующую 4 столбика без накида так у меня остался еще один цветочек отрежу шнур вытягиваю и закрываю ряд соединить вот с этой длинной петлей все дальше нужно спрятать хвостик вдоль ряда вот корзиночка готова можно еще от паре вателем пройтись изнутри вдоль стеночек это мы сейчас холодный и придать еще форму чтобы она была более ровная все моя вазочка корзиночка готова вот я и придала форму она стала плотная ее можно использовать как шкатулочку как вазочку корзиночку можно вот для драгоценностей а можно как для стакана или для вот подсвечника как вариант так за буквально 15 минут можно связать замечательный подарок а скоро 8 марта так что лежите пожалуйста подарки для ваших любимых и близких если вам урок понравился жду от вас пальчики лайки кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках всем спасибо за внимание хорошего дня до свидания спасибо за субтитры сделал DimaTorzok а